Всем привет! На моём новом влоге бегу на диванчик. Могу прилечь вот так вот замечательным образом. Почему? Потому что сегодня у меня с Юночкой пришла погулять Денисина мама, то есть моя свекровь. Вот. И они сейчас с Юночкой гуляют на улице, а я пока успела помыться там, переодеться. Вот, смотрите, у меня костюмчик новенький, по-моему, его ещё в кадре не было. Домашний. Вот. И как бы жду их. Вообще я планировала, что я сегодня немножко поработаю, как, в принципе, и вчера. Вчера тоже ко мне Денисина мама приезжала, вот, помогает нам, потому что ей огромное спасибо. И, в общем, я думала то, что я сегодня тоже поделала рабочие дела, но меня задерживают правки, поэтому заняться пока что нечем, и я просто, по сути, сейчас убираюсь сюда, там готовлю какие-то такие домашние дела делаю, пока у меня есть такая возможность. А ещё сегодня постараюсь записать видео про 10 месяцев Юночки и по возможности подобавлять ролики на Яндекс.Дзен. Я там тоже завела канал, но я сюда редко так что-то вымещаю, поэтому мне сейчас надо просто заняться и перезалить туда все ролики на случай, если с Ютубом что-то случится. По-прежнему напоминаю вам о том, что у меня есть канал в Телеграме, вот, значит, есть канал на Яндекс.Дзене. Подписывайтесь обязательно на все эти источники, потому что кто знает, что случится с Ютубом, никто не знает. Всё, может произойти всё, что угодно, и будет прекрасно. Надеюсь, вы у меня будете находиться ещё и в других каких-то каналах. Короче, девочки, включение с кухни. Вот эти вот макароны, которые я вам уже показывала в предыдущих видео, как я их заказывала, я обещала их затестить, вам рассказать, короче, о них. Супер! Мне очень нравится. Вы посмотрите, какие они малышки. И они реально отвариваются очень маленькими-маленькими макарошками. Даю я их юнке вместе с какими-нибудь мясными пюрешками, например. Ну, или также овощную пюрешку можно замешать. В общем, всё, что угодно на ваш вкус. Даже сами можете отварить курицу, измельчить её, допустим, в блендере и вот с этими макарошками замешать. В коробке их достаточно много. Вы посмотрите, сколько юнка ест с аппетитом, с удовольствием, не давится. Вообще никаких проблем нет. Так же хорошо идут, как греча, там рис или что-то ещё. В общем, макарончики вообще супер. И варятся они всего, посмотрите, 3,5 минуты. Увидела их совершенно случайно в ленте. Думала, дай-ка закажу, смотри, какая форма прикольная. И оказались реально классные. Это не какие-то там детские макароны, самые обычные макароны. Вот состав я вам поближе, если что останавливаете. Смотрите, в общем, мука из твёрдых сортов пшеницы, вода питьевая, может содержать следы яичных продуктов сои. Всё. Больше в составе ничего особо нет. Поэтому, короче, хорошие вот такие итальяно макароны рекомендую. Мне понравились. И ещё хочу купить такую герметичную банку под них. Буду в герметичной баночке хранить. Просто супер. Просто кайф. Рекомендую. Решила отказать вам вот эту бутылочку, потому что Юна мне из неё отлично пьёт воду. Я теперь буду искать паилку с похожим носиком. Дело в том, что у меня мама её покупала Юнке домой, да, и отдала нам, говорит, возьми. Тут типа детской водички немножко осталось, допоишь её. Я говорю, хорошо. И как-то я её хотела упоить, и мне было неудобно переливать. Я её просто дала из бутылочки, и она так ей увлеклась. Вон, просит на фоне. Сейчас дам ребёнка попить. Короче, вот эта бутылка настоящая тема. Попробуйте, может быть, своим малышам тоже купить такую бутылочку. Или если найдёте паильник с таким носиком. А, ты хочешь у меня взять этот гель-коместа? Да, я вообще взяла гель, чтобы вам поснимать, но Юнка у меня его отбирает, как вы видите. Сейчас она у меня тут уселася, зайка, нежножик. Люблю её так держать. В общем, смотрите, что у нас тут. Не Юнин, а пятка, конечно же, я хотела показывать. Злится, что забрала. Короче, коместат, бэйби. Лапулька утащила у меня коместат. Вообще, никак она не стала со мной договариваться. По поводу того, чтобы оставить его маме, чтобы мама могла показать девчонкам, она его утащила и вот так вот танцует под музыку. Очень ей хорошо и замечательно, и весело. С коместатом живётся. Вы пока смотрите на махающую вам Юну. Привет-привет, да, Юн? Привет-привет, дорогие зрители. Привет-привет. Вот, вы пока смотрите на мою развлекающуюся дочь, я вам рассказываю про коместат. Только я всё время не люблю, когда она вот такие железячки грызёт. Но она злится, злится, очень злится, если я забираю. На. О, ну какая суровая девчонка. Только была такая милашка махала. Через пять минут уже вот такое вот мы видим. Ну что делать? Зубы, зубы. Очень. Что я хотела сказать про этот коместат? Я его как-то уже показывала, и у меня Ксюша писала, говорит, что там вроде никаких особо активных веществ нет. То есть всё это как бы на уровне там плацебо. Навряд ли он как-то может там реально помогать. Но вчера я не знаю, что нам помогло. У нас, короче, у Юнки очень сильно, видать, разболелись дёсны. Она вообще не находила себе места. Она очень мало кушала. Она капризничала, бурчала, вот как сейчас она это делает. В общем, у неё настроение было максимально вялое, подавленное. Я понимала, что это связано с зубами, потому что дёсны все опухли. Там реально вот эти вот четыре верхних зуба, они как бы одновременно лезут один больше, другой меньше. Я понимаю, что это ей приносит реально, ну, конкретный дискомфорт. В общем, когда мы начали засыпать, она уже настолько устала, что она у меня просто, да, там расплакалась с этими зубами. Я не знала, что ей предложить. Температуры как таковой не было, но просто вот я видела, что у неё дискомфорт. В общем, не знаю, что помогло. Мои молитвы, этот комистат, молитва моего мужа, молитва соседей, чтобы ребёнок поскорее бы уже, да, успокоился. Не знаю, что помогло. Ну, короче, в общем, мы намазали этим комистатом зубки, и ёнка уснула. Реально, прямо вот через какое-то время я её просто там, ну, подержала на ручках, и она уснула. Всё, совершенно спокойным сном младенца, крепким. И она спала, ну, достаточно долго до первого пробуждения. Перво пробуждение случилось, ну, может быть, в два часа, вот так вот. То есть реально средство, либо средство помогло, либо, я говорю, просто так совпало, что там зубы перестали болеть, либо ещё что-то, но как бы вот факт того есть, что именно у неё успокоение наступило после вот того, как мы намазали ей дёсны комистатом. Но перед этим я ещё, конечно, плотненько покормила её грудью. Вот, поэтому не знаю, что конкретно это повлияет, но тем не менее, если у вас у ребёночка возникает зубная боль, спросите у своего лечащего врача, у педиатра, да, может быть, он порекомендует вам тоже либо этот гель, либо какой-то аналоговый, чтобы было хоть какое-то средство, которым можно что-нибудь там помазать, и чтобы ребёночку облегчить вот эти вот страдания, кроме там, я не знаю, там холодных фруктов, грузинков и так далее. Что ещё хотела рассказать по поводу зубов? Что ещё нам помогают? Нам помогают холодные фрукты. То есть, допустим, я прямо из холодильника достаю банан. Я не переживаю, что у ребёнка заболит горло, потому что, ну, надо разную температуру пробовать, и он там уж не такой холодный. Маленькая музыкальная пауза от вреди, да? Милашка. Вот. Юнка хочет занять весь эфир, да? В общем, что я хотела сказать. Что нам помогает от зубов? Нам помогают фрукты разные, холодные, да? Грузунки. Потом просто Юнка грызёт всё подряд, всё на свете, всё, что видит и не видит. Укачивание. Ну и, разумеется, я её особо не насилую едой. То есть, я, допустим, не даю что-то, что тяжело жуётся, да? Ну, такую какую-то пищу стараюсь ей давать, может быть, даже пюрески. Если она отказывает, я отказываюсь от поедания. Я её не заставляю ничего есть, а просто ей предлагаю грудь. Всё. То есть, для меня самое главное её спокойное состояние. Ну и плюсом это прогулки на улице, потому что на свежем воздухе всё, маму, хватит говорить. Потому что на свежем воздухе деткам легче спиться, да? Да, кислород им тоже помогает. Вот, то есть, такой сон, какие-то развлекательные игры. Юнка у меня очень любит музыку, поэтому мы включаем, допустим, то же самое пианино, всякие различные мелодии. Я могу включить окулёнка, синий трактор и всё такое остальное, чтобы у Юнки на фоне играла. Ну и, разумеется, в такие дни её беспокойство, она у меня и так центр вселенной для меня сейчас в декрете, но в эти дни она становится для меня вообще. Просто все её желания, все её потребности я стараюсь прямо ещё делать для того, чтобы ей было комфортно. Побольше её, то есть, могу и поносить и на ручках, да, малыша, и какие-то там другие внимания ей поуделять дополнительные. Ну, в общем, так как-то и справляемся, собственно, с зубками. Ну вот я, как уже сказала, вот что нам помогает. То есть, гель нам, возможно, помог, ну и вот грызть всякие холодные штучки. И купите вот самые обычные вот гелевые грузунки. Я сейчас вот здесь вот, наверное, фотографию прикреплю, чтобы его сейчас мне не искать, вам не показывать. Вот. Их можно тоже класть там в холодильник, как-то охлаждать и давать детям, и они реально неудобно держатся. И Юнке именно вот его нравится грызть. Ещё ей нравится грызть всякие провода. Но я думаю, что это не сильно безопасно, короче. Поэтому провода я ей особо грызть не даю. Ну, в общем, вот такое вот всё. И даже вот ей легче иногда становится, когда я беру просто вот эту вот щётку, знаете, на палечник. Я её тоже как бы в холодной водичке так это подержу. И потом просто массирую ей дёсна. Ей. Вот. И ей тоже становится легче. И она любит даже просто обыкновенную щётку. Сейчас покажу, какая у нас щётка, которой мы пользуемся. Такую вот обыкновенную щётку она тоже любит погрызть. То есть она просто может её взять, погрызть этой стороной. Или вот, ну, основание погрызть. Ей вот тоже она нравится. И также она грызёт ложку. Короче, в общем, главное, чтобы у неё была возможность что-то погрызть. И какие-то вот эти вот всякие отвлекушки, конечно, тоже помогают. И самое главное, я её стараюсь не насиловать ни с едой, ни с чем-то таким другим. То есть максимально, короче, фокус на ребёнке в эти дни. У нас уже другой день, короче. Утро. Хотела вам показать вот такие вот курасаны из магнита. Короче, здесь упаковка просто самых обыкновенных, пустых курасанов. То есть они внутри полые, там нет ничего, никакой начинки, вообще абсолютно ничего. Просто, короче, курасанчики. Их можно вот так вот разрезать, внутрь положить начиночку. Подогреть можно даже. В микроволновке вот здесь вот даже рекомендуется. И, в принципе, любую, какую вы хотите начинку, можно сделать. Сегодня с утра, извиняюсь, тут кружки, эти курасаны мне приготовил Денис. То есть он с утра пораньше встал, себе завтрак приготовил. И обо мне вот так вот замечательно позаботился. Тоже положил туда просто сыр и колбасу. Но можно также положить там, допустим, да, вот так, вариант сервировки на упаковке. Помидорку положить. Тут я вижу руккола, салат, ветчина какая-то, сыр, например, тоненькая, да. То есть можно, конечно, более элегантно это сделать. Но как это сделал муж, я и такому варианту завтраку очень сильно рада. Вот. Поэтому берите на заметку, если любите вот такие вот завтраки с курасанчиками. Они, в принципе, мягкие, хорошие. Они, в общем, во всем похожи на курасаны, которые продаются с начинкой в подобных упаковках. Только внутри они пустые. Вот, видите, мягенькие совершенно. То есть туда можно намазать какой-нибудь соус, например. Положить колбаску, сырок или, например, твороженый сыр, рыбку с огуречком. И будет вообще великолепный почти инстаграм-завтрак. Поэтому рекомендую. И будет великолепный почти не инстаграм-завтрак. Поэтому рекомендую. Обращать внимание, если вы мягенькие увидите, можете приобретать такие курасанчики, и у вас будут сапатичные завтраки. А будьте у нас кашку поела. Я ей вот дала сейчас печеньку. Видите, слюнякчик вот этот, который от слюней использовала, чтобы кашу вытирать. Очень-то ей удобно. Сейчас, короче, малынь не будет есть печеньку. У нас в последнее время такая у нее особенность. Она печеньку вот сейчас еще, ладно, хорошо откусывает. А тут она вообще ее полностью засовывала в рот и просто там внутри уже как-то разжевывала. Как вы видите, у меня еще одни трусики прибавились в моей коллекции. Подгузники. Дело в том, что у нас в прошлый раз в заказе детского мира пришли подгузники ману. Именно подгузники, а не трусики. А мне все-таки удобнее с юнкой пользоваться именно трусиками. Поэтому я еще вот заказала себе йокатсан. Заказала именно йокатсан, потому что они были на скидках в ленте, когда я заказывала там просто продукты. Поэтому решила просто так докинуть в корзинку. Думаю, заодно потестим, попробуем. Здесь всего 44 штуки. Элька от 9 до 14 килограмм. Ну, короче, прям нам на ближайшее время они хорошо подойдут. На ближайшее время хорошо нам подойдут. Сейчас за кадром распакую, посмотрим, что у нас там внутри лежит. А внутри у нас вот такие вот трусики. Расцветка достаточно узнаваемая. У меня подгузники были тоже в похожем тоне от них. Мне кажется, достаточно тонковатенькие такие подгузнички. Сзади вот. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Все с индикатором, стандартная история. Да, есть вот такая вот липучка, чтобы было удобно убирать подгузники после использования. В общем, тоненькие, мягенькие. Ну, что такие хорошенькие подгузнички. Попробуем, как они будут вести себя в действии. Выдерживать сколько по времени, будут ли выдерживать ночь. В общем, тоже поэкспериментируем, все расскажу. Кстати, решила отобрать вот такие вот всякие игрушки-юнки, которые уже не по возрасту. Там погремушки, разные такие штучки. И отдать там знакомым. У нас у них тоже дочка небольшая растет. Но ей уже полгодика. Ей полгод... Исполнилось, исполнилось. Поэтому тоже не знаю, будет ли для нее актуально. Может быть, на Авито выставлю сразу пакет. Я видела, что там выставляют игрушки сразу в большом количестве. Вот. Буду, в общем, собирать все вот такое вот малышковое. И на Авито выставлять. А вообще, напишите мне, пожалуйста, у кого детки уже постарше в возрасте. От девяти месяцев, да, может быть, год. Кому деткам, да, наверное, даже на год лучше ориентироваться. Какие игрушки вообще играете? Что нравится? Что нужно приобрести? Потому что надо нам уже весь ассортимент обновлять. Я, конечно, новые игрушечки так периодически прикупаю. Но сейчас просто даже не знаю, что уже ей еще купить, что ей еще заказать. Чтобы было реально интересно и ей играть, и чтобы это можно было использовать как какие-то такие развивашки. Включаюсь к вам уже из пятницы, конец недели. Расскажу, как у нас прошла эта неделя. Неделя прошла просто замечательно. Енка смотрит у меня на заколку. И заколка эта нравится. Она любит с ней играть, да? И только проснулась, видите, с соской. Соской надо все. Ты уже большая девочка. Только проснулась. Вот, соску сейчас убрала у нее. Значит, всю эту неделю у нас Нисина мам приходила съемка гулять. Поэтому я такая отдохнувшая. Вот. И работы было не так много. Как я говорила уже раньше, я начала работать сейчас в декрете. Вот, работы было не очень много. Поэтому половину времени я даже могла уделить себе, там, допустим, помыться, поесть, не знаю, убраться дома. Короче, эта неделя прошла максимально комфортно. К сожалению, такие перфомансы редко бывают, потому что все работают, да? Вот. И поэтому следующая неделя у меня будет в обычном режиме. К сожалению, буду сама ходить, Синка, гулять. И отдыха будет меньше. Но все равно я как бы не расстраиваюсь. Главное, что эта неделя так классно прошла. Плюсом ко всему, мы, короче, пробовали все-таки приучаться к смеси. Мне моя подружка Оксана, как я уже говорила, принесла эту смесь фрисом. Я ее попробовала. Она реально на вкус мне показалась более такая, что ли, молочная. Не знаю, как сказать. Но, короче, она мне показалась приятней. Я дала Йоне. Йона ее особо пить не стала. Но я думаю, что это еще было связано с тем, что она была все-таки сытая. Я уже решила немножко подопустить этот вопрос с приучением к смеси. Просто сейчас вот на добавляю утром в кашу. И думаю, то, что вечером буду добавлять тоже в кашу перед сном, чтобы она привыкала к этому вкусу. И, может быть, тогда, когда мы уже приедем к маме, я попробую ее оставить, то, короче, на смесь будет нормальная реакция. Вот. Еще из новостей у нас то, что мы стали периодически высаживаться на горшок. Я не стремлюсь приучить ребенка ходить к кашу, тем более самостоятельно, тем более в таком юном возрасте. Понятное дело, что это, в принципе, практически нереально сделать. Потому что только с полутора лет, как известно, у ребенка реально возникает ассоциация с тем, что там есть определенное место, куда можно справлять свою нужду. Поэтому я просто высаживаю, когда вижу, что юночка хочет сходить по большому, например. Ну, это по детям обычно заметно. И вот в такие моменты я просто ее усаживаю на горшочек, и она все свои дела делает. Для меня это удобно, то, что я знаю, что она это сделала, что я поменяла подгузник, что она не ходит ни с чем. Но в то же время не всегда это можно заметить. Также пробовала высаживать после еды, типа после сна, как многие рекомендуют, что дети в это время как-то ходят в туалет. У меня особо не получалось таким образом выловить, поэтому получается вылавливать только вот нахождение по большому. Вот. А так, в принципе, больше никаких вроде новостей у нас нет с малой Анечкой. Поэтому буду заканчивать этот влог. Желаю вам всем хорошего настроения, удачных выходных, если вы смотрите этот видеоролик в пятницу. Мои видеоролики будут выходить теперь по расписанию. Понедельник, среда, пятница. Я для себя такой график вывела, и как бы хочу его придерживаться. Буду смотреть, как это все будет получаться. Поэтому подписывайтесь на канал, заходите в него в понедельник, среду или пятницу. Тут точно будут новые ролики. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!